Друзья, всем привет! Сегодня я вещаю из Парижа. Сюда я приехал за смартфоном Poco F1. Мало того, что компания Xiaomi показала презентацию онлайн, будучи там в Индии, для рынка Индии. Сегодня она делает глобальную презентацию в Париже. Мы уже взяли все эти сэмплы на руки, пощупали, потрогали. Сегодня я попытаюсь вам объяснить, что это за смартфон такой, так сказать, из первых рук. Одно дело, все это дело видеть на бумаге. Ну, понятное дело, хорошие технические характеристики, хороший ценник. Другой вопрос, как он воспринимается и сможет ли этот смартфон навести какого-то шума на рынке. Потому что, если сможет, то это будет очень интересно. Внешний вид Poco F1, ну, скажем так, странноватый. Спереди он очень похож на Xiaomi Mi 8. Сзади этот смартфон не похож ни на один смартфон компании Xiaomi. При этом местами расположением камер он похож на некоторые другие смартфоны. Но нельзя сказать, что здесь есть какое-то полное заимствование. Из важного. Type-C, аудиоджек и можно вставлять карту памяти. Влагозащиты от пыли, как всегда, нет. Ну, в общем, вот так. К слову, защита от влаги и пыли это та штука, за которую компанию Xiaomi ругают уже не первый год. Ни в одном смартфоне они не добавляют эту функцию. Я не знаю, почему так происходит. Хоть бы намекнули нам, что технически можете это сделать. Кстати, другой вопрос. Возможно, влагозащита не вписывается, в принципе, в те рамки бюджета, за которые Xiaomi предлагают свои смартфоны. Сзади сканер отпечатка пальцев есть. Спереди инфракрасный модуль для разблокировки по лицу. Соответственно, монобровь и как бы тоже на месте. Кстати, если инфракрасный модуль работает так же классно и так же быстро, как и на Mi 8, то это будет полная победа. Сейчас мне еще рано об этом говорить. Экран здесь большой, 6,2 дюйма, разрешение Full HD+, и вот что важно. Здесь используется IPS-матрица. В смартфонах серии Mi 8 установлен OLED, а в Poco поставили более дешевую технологию, и цветовая палитра, соответственно, уже другая и немного уже. Но в целом это очень хороший экран, особенно если посмотреть на его цену, хотя об этом мы поговорим немножечко позже. Главная причина, по которой Pocophone наделал столько шума, это, конечно же, процессор Snapdragon 845, 6 гигабайт оперативной памяти. К тому же это смартфон с хорошим охлаждением, специальные медные трубки с жидкостным охлаждением, которые заставят этого монстра работать в полную мощь. И это действительно интересно, хотя очень странно то, что в 2018 году с точки зрения маркетинга и вообще всех разных там, знаете, рекламных уловок, смартфоны до сих пор продаются за счет цифр, за счет технических характеристик. Я-то думал, что уже настало время, когда пора подавать какие-то дополнительные интеллектуальные функции. Но наш народ, да и я в том числе, так или иначе, ведемся на все вот эти вот циферки, гигабайты, гигагерцы. Да, когда мы говорим Snapdragon 845, то мы сразу же как бы подразумеваем в уме, что это смартфон, который работает безумно-безумно быстро. Опыт Xiaomi Mi 8 мне это показал. Я думаю, что Pocophone будет работать точно так же очень круто, а может быть даже чуточку быстрее за счет немножко другого софта. NFC, естественно, здесь нет, это уже традиция. Но есть стереодинамики и также поддерживаются беспроводные аудиофильские кодеки. Так что Bluetooth наушники с этим смартфоном должны просто раскачивать очень-очень здорово. Можно было бы подумать, что хотя бы на операционке Xiaomi как-то сэкономит, поставит сюда чистый Android или сделает уникальную оболочку. Но нет, здесь та же самая MIUI с небольшими графическими различиями в оформлении, о которых мы уже будем говорить в отдельных видео, в отдельных обзорах. Но есть еще одна банальная функция, которая очень выгодно отличает Pocophone от Xiaomi Mi 8. Это аккумулятор, он здесь на 4000 мАч. Это, ну сказать, что это очень много нельзя, потому что сейчас на рынке появляются смартфоны на 5000 мАч. Но 4000 мАч это тоже очень классный показатель. И вот по автономке он должен тащить получше, чем Mi 8. Вот вам еще одна причина, почему стоит, допустим, призадуматься и так вот размыслить, стоит ли покупать Mi 8, если есть Pocophone. И опять, видите, мы наблюдаем за тем, что компания Xiaomi так или иначе наступает сама себе на пятки. Она выпускает флагманский смартфон и после нее выпускает следующий смартфон, который заставит вас усомниться, а стоит ли покупать флагман. Про камеру этого смартфона мы с вами поговорим немножечко позже. Можете подписаться на мой инстаграм-канал, я буду туда... О, господи, канал, что я говорю? Инстаграм-аккаунт, я уже путаю все, телеграм-канал, инстаграм-канал, у меня все каналы. Конечно же, на инстаграм-аккаунт, там вы сможете посмотреть примеры фотографий, которые я постараюсь сделать там сегодня, завтра, в течение недели на этот смартфон. И с первого, что я заметил, очень серьезная селфи-камера. Основная камера, не буду сейчас забегать наперед, потому что здесь уже сценарии съемки, как вы понимаете, значительно разные. Нужно поснимать видосы, нужно поснимать портреты, поснимать вечером, макро и так далее. Кстати, можете посмотреть обзор наше сравнение Xiaomi Mi 8 с Galaxy Note 9, если еще вы этого не видели, там тоже очень демонстративное сравнение. А пока вот так. Сможет ли Poco F1 взорвать рынок? С ценой в 300 баксов, да, сможет, если вы обратили внимание. За этот смартфон взялись даже те издания, те блогеры, которые никогда не обращали внимания на смартфоны Xiaomi в меру своей географии и месторасположения. Огромное количество американских блогеров сейчас сделает обзоры этого смартфона. Хендзоны этого смартфона, Unbox Therapy сделал на него видео, там Маркус Бранли что-то про него говорил. То есть удивительно, что как бы концепция сработала, потому что ребрендинг, новое имя смартфона было создано как раз для того, чтобы выйти на новые рынки. И насколько мне известно, в ближайшее время Poco F1 не будет продаваться в Америке. То есть нет планов сейчас прям запускать его в Америке. Он будет в Индии и очень сильно заточен на Европу смартфон, то есть на европейский рынок. Сюда приехало разное количество блогеров и журналистов, созывались так или иначе люди с Европы, там Польши и так далее, все эти страны, которые были приглашены на эту презентацию. Американских блогеров здесь нет, хотя на какие-то массовые, да, лончи своих продуктов Xiaomi везет еще и американцев. В этот раз американцев не было, хотя сами американцы проявили к этому смартфону ош лютый интерес. Подоставали его каким-то образом, то ли Xiaomi им заслали, то ли как-то где-то купили-перекупили, в общем, не суть. 300 баксов за смартфон с такими характеристиками, это действительно сладко. Если Xiaomi побеспокоится о правильной дистрибьюции, вовремя запустит его на необходимые рынки, с такой ценой этот смартфон сможет побить очень-очень многих. А пока будем просто с интересом наблюдать за этой ситуацией. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу Poco F1, купили бы себе его или не купили. Интересный аппарат, безусловно, хотя в этом году я уже пересмотрел такое количество устройств, что я уже ничему не удивляюсь. Вот так вот, друзья, пойду дальше, буду фотографировать смартфон, подписывайтесь на телеграм-канал. Там, кстати, мы разыгрываем сейчас Xiaomi A2 Lite, успейте принять участие, осталось там полнедельки для того, чтобы заполнить форму. В общем, с вами был Иван Лучков, прямо из Парижа, как бы здесь полный Париж, по виду полный Париж, по погоде полный Париж. Такое ощущение, что здесь уже такая прям глубочайшая осень, пойду дальше рефлексировать. Пока!